Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором как только что-то появляется в магазине на продаже, вы об этом уже можете смотреть обзор у меня на канале. Поэтому, если хотите быть в курсе всех новостей и видеть абсолютно честные обзоры на все товары в магазине, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте палец на колокольчик и буду благодарен вам за ваш лайкос. На продаже появился очень крутой набор с тремя тачками всего лишь за 12,5 тысяч голды. Это американские машины, два средних танка и одна восьмерка тяжелый танк и этот набор я действительно рекомендую к приобретению. Всего лишь 12,5 тысяч за три реально годных тачки, по крайней мере исходя из того ценника, который просят за эти машины. Т-26Е5 однозначно понравится большинству танкистов, обладает хорошими техническими характеристиками по орудию, довольно неплохой броней и его мы как раз обсудим более подробно и выкатим из ангара в отношении Т-26Е4. Стоит отметить, что Супер Першинг на сегодняшний день, да, действительно далеко не самая популярная средняя тачка на уровне и очень даже зря. Несмотря на то, что подвижности ему действительно не хватает, он обладатель довольно неплохой брони, как для среднего танка восьмого уровня, приятного орудия и при этом всем является самым лучшим фармером серебра на уровне. У него самый высокий коэффициент доходности, целых 190 процентов, при том, что в основном премиумные коллекционные машины на восьмом уровне имеют 170-175. И, допустим, тот же самый Левчик, имея 185 процентов доходности, все же по доходности уступает данной машине. Ну а в отношении Т-23Е3, я считаю, что это мастхевчик в ангаре любого начинающего танкиста, потому что на седьмом уровне, играя на данной машине, вы действительно будете получать массу удовольствия, а особых денег данная машина не стоит. Бешеная скорострельность, шикарный уровень пробития, как для своего уровня. В общем, в принципе, все, что необходимо для того, чтобы получать удовлетворение от боев. Но все же, ребят, покупать его отдельно, а его предлагают купить вам за 5,5 тысяч золота вместе с легендарным внешним видом, я бы не рекомендовал. Максимальная ограниченная цена на машину, я бы сказал, 4,5 с тем же самым легендарным внешним видом и открытым оборудованием. Поэтому 5,5 действительно перебор. Если у вас Т23Е3 есть в ангаре или вы не хотите его себе в ангар поставить, то можете отдельно купить себе две восьмерки, а именно Супер Першинга и Т26Е5 с двумя легендарными внешними видами, открытым всем оборудованием, всего лишь за 9,5 тысяч голды. И данный ценник, я считаю, ну не то что обоснованным, а сладким как мед. Поэтому даже вот этот набор рекомендую к приобретению. Но все же, если вдруг у вас нет в ангаре ни одной из машин, но есть 12,5 тысяч, которые вы можете потратить на машины, которые будут вас радовать в боях, то за 12,5 лучше купите вот этот наборчик. Даже если посчитать, что по 6 тысяч стоит Т26Е5 и Т26Е4 усредненно, то за оставшееся 500 золота вы получаете себе Т23Е3, три легендарных внешних вида и открываете все оборудование на эти машины. А плюс к тому, получаете себе еще сертификаты Х5 в количестве целых 25 штук, причем они не для этих машин, а на танки любые в нашей игре. А значит круто помогут вам прокачать какую-нибудь веточку, в которой вы идете к заветной десятке. Теперь в отношении Т26Е5. Почему говорю о нем? Потому что из этих трех танков он действительно самый лучший по играбельности, по комфорту игры и, наверное, самый удачный для начинающих танкистов. В отношении ТТХ по орудию здесь действительно все очень приятно. Чуть более 3 секунд время сведения, что играется вполне комфортно. Очень приятный разброс в 0.312 и очень даже легко реализуевый ДПМ в 2430 единиц. Все благодаря тому, что у вас бешеная скорострельность, а именно 6 секунд время перезарядки, и при этом вы закидываете по 240 за каждый выстрел. И это все еще в совокупности с тем, что у вас есть угол склонения орудия вниз в минус 10, что очень классно отыгрывается от неровностей. Для начинающего танкиста самое то. В отношении пробития, кстати, тоже проблем нет. 221 мм я считаю, что довольно неплохо. Если готовы пожертвовать своим КД и сделать его в районе 5,5 секунд, приближающихся к 6 секундам, то тогда можете бодро улучшить себе уровень пробития, переставив себе в оборудование на калиброванные снаряды. И как видите, в таком случае время перезарядки будет 6,3 секунды, если округлять. Ну а в отношении уровня пробития, то целых 232 единицы. Но я все-таки играю на досылателе, потому что люблю эту машину именно за скорострельность. А пробивать не сложно, потому что время сведения, как я говорил, хорошее, а разброс, ну очень добротный. Ну что, берем тачку, поехали попробуем покататься. Ну что, друзья, давайте начинать тестировать машину, заценивать ее в реальные возможности и забегая наперед отмечу, что относиться к данному танку необходимо как к усиленному среднему танку на 8 уровне. Если будете воспринимать его исключительно как тяжа, то особого удовлетворения от боев получать не будете, потому что он все-таки не способен на такие вещи, на которые способен, допустим, тот же самый Левчик, экшен-икс, акула, ну и ряд других машин. Машина в чем-то морально устарела, безусловно, и на сегодняшний день играется уже не настолько бодро, как раньше, но в то же время она является крутой. Почему? Потому что у нее есть хорошее время перезарядки, потому что у нее есть очень хорошее точное пробивное орудие. И вполне себе неплохой ДПМ, если научитесь его реализовывать. В отношении точности, ну вот сейчас попытаюсь выцелить серую зону, постой секунду. Пожалуйста, практически в центр прицела, я бы сказал, можно стрелять, если не белке в глаз, то в ухо попасть сможете и однозначно. В отношении играбельности машины на 8 уровне, все классно, все хорошо, опять-таки, если будете помнить о том, что вы не настолько круто забронированы, как реально круто забронированные тяжелые танки. Именно поэтому я и говорю, что относитесь к этой тачке, как просто хорошо забронированному среднему танку с подвижностью, приближенной все-таки к тяжу, нежели к средняку. Но в то же время, хотелось бы отдельно отметить, что данная машина имеет вполне себе неплохую подвижность, как для тяжелого танка. Потому что, когда вы будете ехать на ней на направлении средних легких танков, то отставать от своей команды вы практически не будете. Сейчас попытаюсь разобраться с этими двумя наглыми товарищами, которые меня разбирают. Да ну хватит меня, хватит меня убивать, в конце концов. Эх, чуть-чуть не хватило. Так, надо прятаться, надо прятаться, там меня ПТшка выцеливает. Ой, как не повезло. Ну это я виноват, надо было в прицел все-таки заходить, нормально, нормально выцеливает. Ладно, поехали разбираться теперь с ПТхой. Короче говоря, танк действительно классный, действительно может вас порадовать. Если вы начинающий игрок, то на нем вы научитесь играть, вы поймете, что такое техника не сильно хорошо забронированная, но скорострельная и точная. И вот это будет вас радовать постоянно. Фармить серебро на нем довольно-таки несложно, если не зарываться, если не выпячиваться на передовую прям в начале боя, ну и нормально, спокойно отыгрывать, то серебро вам обеспечено. И в целом, я бы сказал, что помогает эта машина довольно неплохо в заработке оного для того, чтобы покупать танки из каких-то веток. Я лично очень часто играл на данной машине в свое время для того, чтобы зарабатывать серебряндию. Пускай у него коэффициент фарма в чем-то уступает ряду других машин, но при этом всем играется как-то легко и непринужденно. В целом, то, чего мне всегда хотелось от боев. Так, ну что, давайте, давайте будем пытаться что-то здесь зарешать, насколько это возможно. Ну, проскакиваем. Ай-яй-яй-яй, не успел, это я уже, это я виноват. Сильно я, сильно я поздно сделал выстрел, но и теперь, понятное дело, меня, скорее всего, разберут. Да, допустил одну ошибку и G-SOR меня добрал, но сам, к сожалению, всего не сделаешь. Все, что можно было сделать в этом бою, я сделал. Я поехал самостоятельно на отдельное направление, встретил там двух соперников. Да, они были ниже меня по уровню, но в то же время вдвоем у них не получилось со мной справиться. Мог, мог еще что-то сделать полезное, но, к сожалению, не успел. Неполные 2000 единиц урона, два фрага, а самое главное, буря позитивных эмоций и впечатлений. Машину крайне редко кидает против девяток, в основном бросает к восьмеркам. Ну и довольно-таки часто семерки тоже попадают в бой. Второе место в команде по урону, что я лично считаю довольно неплохим показателем. Ну и в целом, ребят, машина действительно годная. Да, морально устаревшая, да, немножечко отставшая от сегодняшних дней рандома. Но если вы будете обладателем данной машины по такому несущественному ценнику, то, поверьте мне, о покупке вы однозначно не пожалеете. Ну, ровно как и о покупке других машин, которые положили в набор, ну, допустим, по поводу Т-26Е4. Вполне себе неплохо фармит серебро, если играть осторожно на линии легких средних танков в поддержке хотя бы с одним союзником. Пошел снимать следующее видео специально для вас. Вам приятных покупок, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok